В последние годы ребята из Square Enix косячат просто по кулдауну. То, как они занимаются менеджментом своих проектов, уже давно переходят все мыслимые и даже немыслимые границы. Мы уже рассказывали вам о ситуации, которая происходит вокруг франшизы Deus Ex. О неверном позиционировании продуктов, о том, что игры издателя, которые расходятся тиражами в миллионы копий, почему-то не окупают расходы на них. Рассказывали о идиотской эпизодической системе, что применяли в Hitman. И вот вновь настало время для офигительных историй. Сегодня мы поговорим о ремейке культовой Final Fantasy VII. И о том, как Square Enix забивают жирные гвозди в гроб этого многообещающего проекта. Сначала, правда, реклама. Помнишь, с каким удовольствием в нулевые мы играли в стратегии? Хочешь почувствовать это снова? Тогда попробуй обновленную Total War Arena. Теперь вместо ботов миллион реальных игроков, с которыми ты можешь дружить или сражаться насмерть. Стань легендарным полководцем с непобедимой армией. А при первой регистрации можно получить 500 голды и 7 дней премиум аккаунта, если ввести инвайт-код из описания. Для тех, кто в танке. Издатель — это такая компания, которая несет ответственность за контроль разработки, за издание игр, то есть за отпечатку дисков, буклетов, выход на разных платформах вроде Steam, PSN, Xbox Live и так далее. Они также несут ответственность за продвижение и рекламу игры. Зачастую существуют определенные договоренности, вроде того, что издатель вместе с разработчиком либо частично делят затраты на разработку, либо и вовсе издатель самостоятельно покрывает эти затраты. Издатель — это как заказчик, что влияет, а зачастую и определяет концепцию игры и ее основные элементы. Все эти обязанности издателя кажутся простыми на первый взгляд, но на деле все это невероятно трудный процесс, который требует большого опыта, отладки и, самое главное, авторитета и определенного веса в индустрии. Сегодня принято ненавидеть издателей, ибо самые крупные из них давно забили на игры, и лишь сидят, стригут бабло, пока игровая индустрия не схлопнется. Не упущу возможность бросить камень в Electronic Arts. Издатели, что в легкую пожирают студии, портят игры, вводят адовые микротранзакции и лутбоксы. Однако в списке злодеев нашлось место и для местного Иванушки-дурачка от мира издательского ремесла. И речь пойдет о Square Enix, конечно же. Эти ребята фейлятся по всем фронтам. Контроль разработки у них просто никакущий. Мы это видим по проектам вроде Final Fantasy XV, которая на самом деле хорошая игра, но вот только в разработке находилась 10 лет. Прошла через производственный ад со сменой курса, платформы и главного гейм-дизайнера. И в итоге вышла недоделанной. Мы видим их замечательные акции, вроде доступа к игре пораньше за достаточно дорогой предзаказ. Какой в этом смысл? Люди не захотят тратить лишнюю тысячу, чтобы поиграть быстрее на два дня. А вот народ, который предзаказал обычные издания, что с ними? Им будет просто обидно, что какие-то буржуи уже играют. Причем Square Enix постоянно критикуют за такую политику, а они все равно продолжают принимать эти бесполезные маркетинговые решения, которые вызывают у простых геймеров исключительно острую попоболь. Какого черта? Да просто выпустите игру на два дня раньше, разве это так сложно? Как Square Enix фейлит рекламу и продвижение, это отдельная песня, можно весь ролик об этом распинаться. К тому же мы уже частично затрагивали эту тему. С чем Square Enix действительно все в порядке, так это с обоймой из студий, что разрабатывают для них игры. Потому что проекты в среднем по больнице хорошие или даже лучше. И тем обиднее, когда франшизы закрываются, а игры не получают должного внимания и распространения. Главная причина для беспокойства сейчас это ремейк седьмой Final Fantasy. Оригинал многими считается лучшей в огромной серии. Седьмая финалка как минимум очень значимый проект для индустрии. И даже можно сказать лицо всей серии. Ведь вспоминая финалку, скорее всего вы вспомните анимешное лицо главного героя Клауда и его огромный меч. Начнем с того, что слухи о производстве ремейка Семерки появились еще в далеком 2005 году. Когда Square Enix на E3 представляли техническое демо для демонстрации возможностей PlayStation 3 по мотивам культовой JRPG. Вроде как говорилось, что эта демка работала в реальном времени. Но практически вся та презентация была враньем и нарезкой CG роликов, которые выдавали за геймплей. Как Sony это сошло с рук, непонятно до сих пор. Самое забавное, что тогда Square Enix прямым текстом заявили, что они не делают ремейк седьмой финалки. Это просто техноденка. Но люди предпочитают верить в свои манифантазии и сами придумали себе этот ремейк. Таким образом эти слухи продолжали жить в общей сложности 10 лет, пока официально не подтвердились на E3 2015. Когда Square Enix официально анонсировали игру, показав трейлер, от которого в едином оргазме кончали все игровые СМИ. Тот случай, когда смотреть на реакции фанатов от трейлера интереснее самого трейлера. И казалось бы, у Square Enix получилось. Дело за малым. Как говорится, просто выпустите чертову игру, не применяя ваш любимый ход гения. Ну пожалуйста. Но нет. Первая плохая весточка пришла спустя год, когда издатель, следуя последним трендам, решил распилить ремейк игры на три отдельных игры. Вдумайтесь только. Final Fantasy VII Remake Часть 3. Уже только это решение настолько тупое, что хочется посоветовать руководству, которое его принимало, сделать сипуку. Но дальше хуже. Пару месяцев назад оказалось, что проект пошел по той же жопе, что и 15-я финалка, и полностью сменил основную команду разработчиков. Square Enix аргументировала смену команды тем, что хочет, чтобы настолько важный проект разрабатывался под их личным контролем и их внутренними студиями. Ну а недавно арт-директор и ответственный за эффекты руководителя Шантаро Такаи, работающий над ремейком Final Fantasy VII, ответил на Reddit на вопросы пользователей. Жаркое обсуждение продолжалось несколько дней, и к нему присоединился 3D-художник Дэн Цукаса, который рассказал о том, насколько все плохо с разработкой ремейка. Оказалось, что разработкой занималась студия CyberConnect2. Это их работу мы видели в том самом трейлере. Скорее всего, вы их не знаете, но это те ребята, что разрабатывают бесконечные файтинги про папу Баруты. И вы можете как угодно относиться к Розингана рожденному, но игры у них получались в основном хорошие. По словам Цукаса, работа этой студии была фактически бесполезна, и поэтому внутренним студиям Square Enix пришлось практически начинать проект заново. Цукаса сравнил происходящую ситуацию с Final Fantasy XV, где также процесс разработки долгое время был не оптимизирован. При этом пока непонятно, насколько далеко продвинулась разработка и насколько она отлажена сегодня. Но Цукаса предполагает, что проект сейчас примерно на той же стадии, на которой его отобрали от CyberConnect2. А это означает, что Square Enix успешно просрали около двух лет разработки проекта. Теперь понятно, почему у них игры не окупаются, даже если продаются миллионными тиражами. При таком-то уровне контроля разработки это неудивительно. Я знаю, что, наверное, будет лишним, но на всякий случай хочу подчеркнуть эту идею. Разработкой таких больших игр занимаются сотни людей, зачастую сразу в нескольких студиях. Каждый человек занимается своим делом, и какой-нибудь сычо с третьего этажа офиса в Шибуе может год в одиночку рисовать волосы в носу главного героя. Работу всех этих людей надо координировать, следить, чтобы каждый делал то, что нужно игре, а не просиживал портки. Или, что еще хуже, не делал то, что в итоге не пригодится. А самое главное, чтобы у игры был четкий дизайн документ с досконально прописанными всеми элементами игры. От количества локаций до примерной математики ролевой системы. Чтобы потом, четко по этому документу, люди выполняли пункт за пунктом. Так вот, видимо, именно всю эту систему Square Enix и фейлит, меняя диздок игры каждый год, из-за чего сотрудники теряются, не понимают, кто что должен в итоге делать, ну и проблемы нарастают с нежным комом. Кроме того, художник сообщил еще одну неприятную новость, связанную с Тетсуи Намурой, главным геймдизайнером оригинальной Final Fantasy VII, который, по идее, трудится над ремейком в должности продюсера. Однако, как оказалось, числится он в руководящем составе довольно формально, и этот проект ему менее интересен, чем Kingdom Hearts 3, который разрабатывается в другом городе. Как итог, гениальный Намура практически не занимается ремейком семерки. И типа, что ты ему сделаешь, он в другом городе, за Final Fantasy VII извини. Конечно же, надо понимать, что Дэн Цукаса просто человек, занятый в индустрии, и говорит об этих событиях со слов своих друзей, что работают в Square. Но давайте начистоту. Тот бардак, который описывает Цукаса, чертовски похож на правду и на то, как Square Enix ведут свои дела. Ну а пока, что мы имеем из официальных данных, а не разговорах на Рейде. С момента анонса игры и показа трейлера прошло три года. Недавно Square Enix объявили, что хотят расширить штат разработки ремейка семерки и оставили соответствующие вакансии. А точная дата выхода до тех пор не названа. Хотя, казалось бы, первый эпизод уже выпускать пора, согласно планам издателя. Когда остальные два они будут делать, непонятно, если они за пять лет один не могут разработать. Более того, год назад Square Enix анонсировали фигурки по игре, которые уже вышли в Японии. Да, они выпустили фигурки по игре, которые еще даже, возможно, и не выйдет. Хотя, чему мы удивляемся. Ремейк Final Fantasy VII может повторить судьбу Final Fantasy XV, а может и вообще развалиться по дороге, потому что концепция делать три игры из одного ремейка — это откровенный цирк, который просто не может сработать. Самое смешное, что Square Enix уже два раза напоролся на эти грабли с распиливанием игр. В Devil's X Mankind Divided и в Hitman'е. И все равно продолжают упорно это делать. Ваас был бы доволен. В этом году Square Enix порадует нас тем, что на ближайшие Е3 они впервые за несколько лет забабахают собственную пресс-конференцию. Из чего мы делаем вывод, что им есть, что на этой пресс-конференции показывать. И кто знает, возможно, они покажут обновленный ремейк «семерки» от новой команды. Мы очень надеемся, что они откажутся от идиотского плана пилить ремейк на три части. Square Enix давно в этом бизнесе, но со стороны напоминает ребенка, которому в голову приходят немыслимые идеи, которые, как он думает, просто гениальны. Хотя в действительности даже теоретически не могут работать так, как задуманы. Вот возьмем, к примеру, студию Ados Montreal, что разрабатывали Deus Exe и участвовали в разработке новых Tomb Raider. В 2013 году основатель этой самой студии, Стефан Дастов, покинул компанию как раз-таки из-за разногласий с издателем. В интервью с журналистами Polygon Стефан сказал откровенно, в чем была проблема между ним и руководством Square. Нам было непросто принимать стратегические указания, которые Square Enix просто бросали нам на стол в папке. У них за пазухой отличные франчайзы. В моем понимании, контент это главное, и я вполне уверен в их студиях и разработчиках. Они находятся в ситуации, когда у них есть отличные игры, которые могли бы продаваться лучше. После моего ухода им предстоит взяться за эту проблему очень и очень серьезно. В прошлом году мы должны были выйти в топ по продажам, однако не совершили ни одного серьезного достижения. В Square Enix необходимо научиться тому, как продавать свои игры. И, собственно, по состоянию на 2018 год ничего не изменилось. Разве что стало только хуже. И вот мы имеем череду идиотских решений, идей, концепций, которые только губят игры и франшизы одну за другой. Ну а на этом все у нас, друзья. Спасибо за просмотр. Ждем в комментариях ваше мнение о том, что вы думаете по ситуации с Final Fantasy VII. Как вам Final Fantasy XV в ее конечном виде и так далее и тому подобное. И как вам идея запихнуть Гордона Фримена и Эдсу Аудит, ну или чувака из Assassin's Creed Final Fantasy XV. Ну разве это не идиотская идея? Скажите мне, пожалуйста. В общем, спасибо за просмотр. Лайки, подписки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok